В других состояниях вы никогда не будете на другом типе питания, вы никогда не будете в других плотностях, пока вы будете сами себе врать. В честности к себе жить – это самое сложное, что есть вообще вот в этой плотности, чтобы жить в честности к самому себе. Потому что мы каждый момент своего времени пытаемся себя обмануть, пытаемся к себе, для себя сделать какой-то компромисс. Но вот я это не делаю, потому что, или я это сделаю, потому что вот так вот. Не отдавая себе отчет в том, что мы вновь и вновь уходим от самого себя. Мы никогда не перейдем к своим природным настройкам, пока мы себя обманываем, пока мы уходим от себя. И вот это вот состояние, что такое найти себя, это истинно почувствовать, что ты есть, что ты хочешь, что ты любишь, что ты можешь. Потому что каждый из нас практически, не все, практически каждый из нас, мы рождаемся все с базовыми настройками. Если вы возьмете ребенка, ну среднестатистического, то практически каждый ребенок до трех лет, он помнит свою прошлую жизнь, как минимум. Как минимум то, из которого он пришел. Если вы будете его расспрашивать, если он будет вам что-то, если вы правильное будете расспрашивать, он вам расскажет, что было там, как его убили. Как его убили тогда-то. Как его что, убили или били? Может быть, и били, может и убили в прошлой жизни. Что у него было в прошлой жизни? Он вам это расскажет. Я общаюсь с маленькими детьми, а потом еще не слышу. Я же говорю, что правильно, если будете, значит у вас нет, у вас нет этого потенциала. Вы вообще очень зажат. Вот вы очень зажат. Вы живете в своем панцире, оправдывая себя тем, что вам это удобно, что вам это комфортно, и вы так будете дальше продолжать это делать. Пытаясь что-то выскочить из своей скорлупки, чтобы что-то там носиком из болота высунуться, чистого воздуха заглотнуть. Но то, что я говорю, вам это, естественно, неприятно. Я вообще очень много говорю неприятных вещей. Люди не любят это. Люди любят, чтобы поголовки погладили. Тогда они готовы, как было, все здорово. Вот я не про это. А прошу? А прошу. Про честность, я же уже сказала. А честность это всегда неприятно. Честность это больно. Давайте позадаете вопросы, а я на них поотвечаю. Вопросы могут быть самыми провокационными, самыми... Ну, первый вопрос. Зачем организму кто-то ходил? Какой организм? Зачем человеку Господь дал кишечник? Ну, во-первых, давайте... Зачем Господь дал кишечник? Во-первых, давайте начнем с того, не будем забегать туда. Во-первых, вас родила мама с папой. Там Господь мне говорил, так, слушай, давай-ка я тебе это, у меня тут лишний кишечник подарю, пусть у твоего сына будет кишечник. Нет, но мы же сделаем их по образу и подобию. Вы, может быть, да. Но если мы... Давайте мы сейчас туда далеко залазить не будем, потому что по образу подобия кого? Бога? Господь Бога? Это же разный, в Библии же есть два человека, но мы сейчас в Библии, ребят, я про религию сейчас говорить не буду. Вы спросили про кишечник, давайте про кишечника, а не про Бога. Да, так вы сами заходите, и про Бога. Нет, вы же говорите про кишечник, вам... Ключевое слово кишечник, зачем нам кишечник? Нет, вы говорите, что вам дал Бог кишечник. Человеку дал кишечник. Слушаем, да, вопрос. Я слушаю вопрос, а вы смотрите, зачем нам, людям, дан кишечник? Я вас вышла, можно отвечать? Можете еще раз повторить? Можете. Кишечник, как у нормального строящего создания, есть главный вход и черный выход. Точно так же и кишечник. Это та процедура, которая у нас не переваривается, а на вывод. То есть, например, я плаваю, я очень много плаваю на доске. Если я захлебнула воду, как она должна выйти? Она выходит естественным образом. Если я катаюсь на велосипеде, и кто знает, например, на велосипеде, да? Если после жары... Можешь кать их постоянно. То есть, когда мне даже говорят, ты не ешь, я даже не могу сказать, вообще, веган ли я. Поэтому очень много там мошкары какой-то залетает, еще что-то. И оно все идет на вывод. Но я вам могу сказать однозначно, что желудочно-кишечный тракт у вас... У человека желудочный сок начал вырабатываться не так давно. И у человека, который не кушает, желудочный сок, он уже не вырабатывается. То есть, у него все процессы есть, но расщеплять там и какую-то букашку переводить, микроэлементы, белок, еще что-то, надобности уже нет, потому что организм сам это все берет. Из своего же организма. Вот поэтому это идет просто как на вывод. И если вы поднимете какие-то рукописи, какую-то научную литературу, и там будет очень отчетливо видно, что, например, сейчас у нас легкие состоят из пяти долей, да? Не из двух, а из пяти. И где сердце, там более маленькая доля, получается, там всего две доли, с этой стороны три доли. И почему сердце у нас, оно немножечко перемещается в левую сторону? То есть, говорят, что оно ближе к середине, вернее, перемещается ближе к середине. Потому что изначально было у человека вообще два сердца. Если вы посмотрите какую-то... Ну, сейчас ее очень сложно найти, потому что очень стали чистить вот эти вот источники, да? Вот, очень много у нас трансформировалось внутренних органов. И внутренние органы, которые мы даже не предполагаем, за что они отвечают. То есть, каждый наш внутренний орган, он нам дает сигнал к внешнему миру. То есть, наши внутренние органы – это наш внутренний мир. И если мы их умеем транслировать, мы знаем, что происходит во внешнем мире, за нашим телом. Это то же самое, что, например, желудок. Если что-то с желудком, значит, у тебя... Ты не принимаешь, ты не можешь хорошо дышать. То есть, желудок – это отражение всегда на дыхании. Когда ты не можешь хорошо дышать, ты не соответствуешь, тебе не соответствует тот мир, который находится вовне. То есть, ты его не можешь ни вдохнуть, ни выдохнуть. То же самое, что, например, у нас селезенка, она отвечает за внешний мир. То есть, селезенка, она всегда вам транслирует, что через какое-то время наступит в вашем внешнем мире. Наступит это не потому, что «Ой», а потому, что вы к этому готовились какое-то время, и она уже в надрыве вам что-то говорит. Еще селезенка приравнивается к интуиции. Когда бывает у вас такое, что, например, вы чувствуете, что не нужно туда идти. Вот это как раз ваша селезенка, она в очень натянутом состоянии. Если вы возьмете… Это очень легко проверить. Если вы возьмете статистику, например, автокатастроф, да, это самая глобальная, самая большая статистика, то у большинства, кто побывал в автокатастрофе, у них лопнувшая селезенка. То есть, это то, что наступил тот предел. И если вы с этим человеком будете разговаривать и отмотаете время назад, то вы заметите те моменты, что по каким-то причинам у него было предчувствие не ехать, какие-то моменты складывались, что не нужно ехать, еще что-то. А до этих моментов была целая история, почему это так развивалось. И все наши внутренние органы, они не для переваривания пищи, они не для того, чтобы делать какие-то там, выводить мочу, там еще что-то. Это наш внутренний мир транслирует внешний мир. Если мы научимся считывать свое тело, то мы научимся жить в балансе с тем, что есть вовне нас и за нами. И это не говорит о том, что нам нужно туда еще что-то вот это. Это то же самое, что стоит у него компьютер, да? И мы начинаем там, ой, компьютер стоит. Вот чтобы он хорошо работал, давайте мы его сейчас молочком польем. Еще туда сейчас холодненького, охлажденного места крышечкой закроем, и будет он потом, наверное, хорошо работать. Это то же самое, что происходит с нашим организмом. Поэтому каждый внутренний орган, он отвечает не за переработку того, что мы туда забиваем, а именно за транслятор. Это наш ретранслятор во внешний мир. А у вас книжки не было? Пишу. Можно? Да. Что присутствовало тому, что вы пришли к этому? Как? Какое? Какие события, может быть? Что-то такое, что... Ну, что-то воспоминание какие-то, которое вам было? Ну, вообще, так как я сейчас пишу книгу, и я вспоминаю самые начальные моменты, то это, я могу сказать, что это было первое сознание, это были 8 месяцев. 8 месяцев. Но, естественно, я это тогда не понимала. Я была очень подвижным ребёнком, но у меня была... Всю жизнь мне ставили гормональную бронхиальную астму. Но бронхиальную астму, то есть какие-то серьёзные заболевания в России детям не ставят, стараются не ставить до 3 лет. Считается, что после 3 лет уже можно будет более обследовать ребёнка, когда у него сформировали всё, и после этого поставить какой-то диагноз. То есть до 3 лет мне не ставили диагноз, а после 3 лет у меня стояло официальное заболевание бронхиальная астма. Вот. У меня были такие периоды в жизни. То есть я вообще, в принципе, изначально была тем человеком, который забывал поесть. И раньше у нас не было такого, что как сейчас за детьми следят. То есть раньше как? Если лето, например, утром, там в 6-7 утра тебя с велосипедом вывели на улицу, неважно, сколько тебе лет, родители ушли на работу, а вечером тебя забрали с этой улицы. Вот. Поел ты, не поел. Как правило, это были какие-то пирожки, кто-то забегал кому-то к бабушкам, это была колонка на улице, из которой пили. И у меня были те моменты, которые я могла не есть по 7 дней, по 9 дней. И когда родители об этом узнавали, они очень переживали, потому что в их картине мира это считалось ненормой. И я два раза лежала, во-первых, мне ставили дистрофию, но не потому что что-то было не то, а потому что пытались психологически знать, почему ребенок не ест. Вот. Это первые были моменты. И когда моя бронхиальная астма уже была, то есть я вообще не предполагала, что я кем-то там встала, начну там сыроедеть, не едеть, там еще что-то. У меня были три организации достаточно крупных. Я никогда об этом не думала. То есть у меня переговоры проходили в ресторанах с мясом, с вином. Это была норма для меня, я не собиралась менять свою жизнь. То есть она меня вообще полностью устраивала. Но в один прекрасный момент, это когда я родила первого ребенка, я уже на тот момент считалась старородящей и больной женщиной. И когда ребенку было, ну, год с копейками, это была зима, я жила на Урале, в Екатеринбурге, там зимы такие суровые, у меня случился очередной приступ. Очередной приступ случился, а ребенок у меня был на груди. То есть у меня и первый, и второй, и второй ребенка я очень долго кормила грудью. Меня забрали, естественно, в больницу, там, в реанимацию. И когда меня немножечко отпустило, я начала бегать домой, кормить ребенка. То есть чтобы прибежать домой, это 40 минут туда, 40 минут обратно. Чтобы прибежать домой, это с горочки. А прибежать в больницу, это в горочку. То есть раньше не было такого понимания, что вызвать такси, как сейчас. То есть машины у нас на тот момент не было. Чтобы ездить там на трамваях как-то, но это нужно было с пересадкой, им проще было добежать. И я бегала, кормила ребенка. И когда я прибегала в больницу, я уже чуть ли не на четвереньках доходила. И меня головрач спрашивает, я ничего не понимаю, что такое сильные гормоны, ты вроде как себя так чувствуешь. И я им рассказала. Они говорят, ну понятно, они меня знают уже, это не первое, конечно же, астматиков, сердечников, гипертоников. Всех этих врачей всегда знают. И они меня научили ставить самостоятельно себе капельницы, уколы внутривенно. То есть я себе уже с того времени, чтобы я не отвлекалась на похождение в больнице, я себе уже начала делать сама уколы. И естественно, я себя разбаловала. То есть если у меня какой-то приступ, я уже не дожидалась, когда мне что-то там пройдет, еще что-то. Я ставила себе уколы, либо капельницы. И дошло до того, что я уже по дому, когда приезжала с работы, работала я много, я бывала, чтобы по дому уже вечером ходила с капельницей в руках. И мне врач, когда у меня начались опять более такие обострения, мне врач уже сказал, чтобы вы понимали, есть капельницы обычные, которые капают по капелькам. Но вот эти вот капельки, они человеческому глазу не видны, но они разного калибра. И вот то, что они разного калибра, у меня были вены в таком состоянии, что они у меня рвались, лопались. Капельницу поставить было практически невозможно. Мне ставили аппаратом, если кто-то видел, это вот как шприц такой, он зажимался в какой-то там, как в тиски электрические, и давалась одна капелька там ровная-ровная через какой-то промежуток времени, чтобы вена не порвалась. Вот если обычная капельница ставилась в 40 минут, то такая капельница ставилась в 9 часов. Нужно было лежать, то есть привязывали руку, чтобы она ни в коем случае никуда. То есть я уже вот на таком, да, жила, потом я выходила из больницы, у меня как-то несколько месяцев, там полгода бывало, что я себя чувствовала нормально, и опять все то же самое. И потом мне врач сказал, он говорит, Свет, как бы, ну тебе максимум 2 месяца жить осталось. Но до того, как, так, предысторию. До того, как 2 месяца жить осталось, еще была такая предыстория, что когда у меня был очередной приступ, я вызвала скорую, и скорая, естественно, знали по адресам, кто я. Они говорят, сколько поставила, какую дозу. Я говорю, тут и кто-то. Он говорит, ну как бы мы тебе больше не поставим, сердце уже не выдержит. Приехать тебя зафиксировать смерть, ты же понимаешь, это у нас статистика. Давай мы тебе через 2 часа перезвоним, если как бы ты будешь жива, мы тебя заберем. Если как бы так, то ну все. Вот. И тогда я поняла, что нужно что-то менять в своей жизни, кардинально. И пока все спали, я узнала, что есть такие люди сыроеды, которые едят не только сыро, что-то сырое. Как информация прошла? Интернет? Все, просто в интернете начала ковыряться. И когда все проснулись утром, я уже была 100% сыроедом. Меня не тянуло ни на какую соль, ни на какие там варености. То есть я понимала, что вот у меня было такое воодушевление. За 6 месяцев я себя привела в такой достаточно порядок, то есть я начала заниматься спортом. Все у меня было замечательно. Но я очень сильно похудела, и мои родственники начали говорить вроде как ну давай обратно к еде, ты что такая, куда? Это ненормально. И я благополучно на всякие вкусняшки обратно слетела. Меня надолго не хватило, еще месяца 4 вернулся очередной приступ, причем достаточно жесткий. Опять та же самая со скорой была история. И я понимала, что если я сейчас лягу, то сердце не выдержит. Если кто-то ставил гормональные препараты, они знают, что тахипаргия там такая, что ты понимаешь, что если ты ляжешь или сядешь как-то не так, то сердце может остановиться, не выйдет просто. Клапан не сработает. Я понимала, что мне уже сыроедение не поможет, нужно что-то такое более глобальное. И я увидела, что есть люди, которые не едят. Я думаю, о, наверное, мне вот туда. Причем я когда сыроедела, я выходила на трое сухих дней, но больше не входила. Мне было хорошо, мне было легко, но у меня был вот этот страх, что после трех дней люди умирают, потому что сухие дни и люди умирают. Я вышла сразу же на сухие дни, потому что перед тем, как вот этот приступ у меня состоялся, я как раз сходила к своему врачу, он говорит, Свет, два месяца тебе. Сосуды в таком состоянии, то есть сейчас пойдет после сосудов начнет выливаться, все лекарства начнут выливаться в желудок, желудок уже в таком состоянии, что рак желудка сразу же будет, если успеет рак желудка догнать, то что у тебя растворятся твои сосуды. Вот два месяца и ты как бы мы уже здесь ничего сделать не можем. Я понимала, что как бы, ну, либо два месяца и я сто процентов умру, либо я перехожу на неедение и здесь 50 на 50. Либо я умираю, либо я выживаю. Я выбрала второй, где есть хоть какой-то шанс выжить. И первые мои 9 дней осознанных тогда, то есть я и неосознанно была без еды, но 9 моих дней осознанных это когда я понимала, что я делаю. И чтобы вы понимали, в каком состоянии я была, то есть я задыхалась от того, что я дышала. Я не могла сходить в туалет, потому что для меня это было просто, я не могла дышать. И через 9 дней я встала на лыжи. Конечно, это были не беговые лыжи, это было просто, но для меня это было прям подтверждение того, что это тот путь. И так я начала это практиковать. На 9-й день, да, сухие. Нет, у меня был на 9-й. И так я начала практиковать сухие дни, и это было сначала 2 месяца, 4 месяца, потом я долго не могла выйти, потом это были каскады до 9 дней, то есть, знаете, да, что это такое? День ешь, день не ешь, два ешь, два не ешь, и так до 9 дней потом обратно. То есть, я на себе перепробовала, но мне кажется, все, что можно было перепробовать, я это все перепробовала на себе. И что выше с сыроеденей, когда переходишь на, какой вариант? А смотря для кого, но есть у кого-то, знаете, бывают такие люди с силой воли, там, или еще как-то, которые могут, например, два дня кушать, два дня не кушать, у них нормально. Это не про меня история. То есть, я два дня не кушала, нормально, но когда я кушала, я сметала все. Если, например, я понимала, что там, я завтра не буду кушать, но в холодильнике остался еще борщ, он же пропадет, его надо доесть. И вот эта вот история была про меня. То есть, для меня это не про. Скажем, на автономию, в какой период вас перестало тянуть именно сочные, сладкие фрукты, когда вы поняли, что нет вот этой тягивы на фрукты? Когда идет осознание, что это? То есть, когда сознание переключается, что в твоем мире перестает занимать какую-то роль еда, это не важно, сочные фрукты, или это там пельмени, или еще что-то. Это ты просто уже в другом моменте живешь. Вот у тебя, например, есть яблоко пластиковое, оно же очень красиво выглядит, но у тебя нет его желания съесть. И здесь то же самое. То есть, у меня же есть дети, они же кушают. У меня есть ребята, с которыми я встречаюсь в кафе, но это не моя история. Мне это не интересно. Перекод казаться от сущного какого-то, наверное, манго. Когда вы голодаете, когда вас организм просит вот этого, то да. Но когда вы идете через осознание, почему, очень было такое глубокое заблуждение было у ребят, что невозможно перейти на жизнь без еды, если с тобой что-то не случается такое, прям, между жизнью и смертью. Потому что люди не понимали, как это вообще, как перейти туда, если столько всего прекрасного в еде. Но когда у тебя идет осознание, то есть, что я делаю на ретритах? Я на ретритах показываю человеке, какая у него есть глубина. То есть, перегожу его самого в другую плотность, чтобы он это не понаслышке слышал, чтобы это он не через кого-то, чтобы он не смотрел там, о, она не ест, но у нее, наверное, что-то не так, а я не такой. Вы все такие, пока вы не переключитесь. Как только вы переключаетесь и чувствуете, какая есть глубина в вас, насколько вы большой, то есть, что вы есть все. Это не про философию, а про чувствование. И когда в вас это заходит, когда вы это ощущаете каждой своей клеточкой, то вам туда возвращаться нет. У меня после ретрита нет ребят, которые еду воспринимают как часть своей жизни. Она есть просто. Они могут ее есть, а могут не есть. Они могут, для них становятся не так перспективно, как вот этот, ну, фрукты, либо гречка. То есть, если он понимает, что на сегодняшний день для того, чтобы его делать, нужно съесть ложку гречки, он съест ложку гречки. То есть, для него не будет вот это. То есть, все вкусы, вы же понимаете, да, что они у нас не на рецепторе, не на языке. как нам, у нас очень много информации той, которую нам дают для того, чтобы нами управлять. Вами. Сейчас. Когда говорят, что вот на рецепторе, на языке, и так приятно, когда вы что-то там кушаете или смуходите. Нет, там есть определенные нервные окончания, которые, когда они зажимаются, более густая, более жидкая слюна, когда кровоток действует по-другому, он дает сигнал в мозг, в мозгу у вас перерабатывается, насколько это вкусно, и выдает вам, что вот это вот действительно вкус. А по факту, это все в голове. Как только вы вот это вот, вот этот чемоданчик из головы убираете, то чтобы вы не ели, у вас не будет, что это, ой, как это вкусно, ну как бы, ну съел, ну и что. Вы же все помните, когда вы вспоминаете про лимон, у вас идет слюноотделение, но вы же его не попробовали? Вы там, в голове это все. И очень многие люди, которые, вот если кто-то был на сухих днях, либо на дни, дни голодовки, там с водой, они все помнят, что когда они себе уже поняли, когда они будут выходить из этих сухих дней, то что они делают? Они в голове себе составляют меню. Что я куплю, что я поем, что я еще что-то. Как правило, срываются, да? Они делают то, что они хотят, и 90% потом уже, ай, ну это ем все стрельно. А где-то минусы вообще есть в основном, или где-то по блюде сходить? Ну не знаю, температура, тело какая у вас там, какие вообще изменения? Тут уже нет про минусы и про плюсы, ты это не воспринимаешь как хорошо и плохо, ты уходишь из этого мира. либиды не знаю, там нет ни плюсов, ни минусов, там есть просто факт, факт того, что происходит с тобой. Да, ты уже не сможешь, у тебя не будет таких состояний, что ты целый день можешь пролежать, что-то не делать, не будет, тебя просто порвет от этой энергии, тебе нужно будет обязательно каждый день что-то делать, что-то энергию как-то выдавать, либо это кому-то что-то, что-то отдавать, через слова, да? Просто сложно понять, зачем уходить в сыроедение на автономию, такая мотивация должна быть, когда ты ешь сладкий фрук, ты можешь, чтобы поздравлять, я поняла вас, мне многие говорят, а какие плюшки там, расскажи, что ты вообще туда захотели? Вот еще нужно перейти, ты так здоров, подопустим, ты на сыроедение здоров, ты можешь позволить покупать любую фрукту, это есть деньги, примерно, да? А тебе надо перейти на автономию, для чего? Если так все хорошо, тогда тебе не надо переходить на автономию, это первый момент, да, и второй момент, что у тебя открываются твои базовые возможности, то есть у тебя нет уже, что ты живешь только в этом мире, ты видишь другие плотности, ты видишь уже то, что, например, есть в человеке, то есть ты видишь его, внутри все, что в нем есть, ты видишь, то есть тебе не важно, что он говорит словами, ты становишься в этот момент им, и то, что, например, вот ты сейчас мне сказал, ты думаешь, что ты хотела это сказать, а по факту у тебя все абсолютно другое внутри, но ты сам этого не понимаешь, а я это вижу, потому что я стала истинным тобой без оболочки, я не могу быть оболочкой, я могу быть только истинным тобой, но я знаю, можно тебе это сказать или нет, готов ты к этим словам или нет, когда человек чему-то не готов, а ты знаешь, что он про вот это хотел сказать, вот он, например, он стоит здесь, и ты ему говоришь, вот ты хочешь, что это вот здесь, а если он не готов принять, он от тебя начинает отталкиваться, и отодвигаться, он становится на шаг дальше от того, куда он идет, поэтому в поле другого, если он не попросил, если ему к этому не готов, к этому никогда не власть, но то, что ты начинаешь видеть все, что есть, просто это факт, и то, что как говорят, мир мертвых, или кто там, когда люди умирают, почему он так переживает, они же не улетают на другую планету, и ты точно так же видишь всех тех же людей, то есть они так же здесь, они здесь, но в другой плотности, пространство-то единое, нет других пространств, ты все это тоже видишь, для кого-то это бонусы, для кого-то это не нужно, если не нужно, то не нужно, как бы никто кого-то туда не зайдет, если кто-то занимается спортом, не надо всех звать в спортзал, кто-то, например, может любит макраме вязать, хотя человек обладает этой информацией, допустим, наступит в голову, и он знает, что можно жить без этого, но вы же знаете, что можно жить без этого, поэтому все, вы уже подготовлены, да, вот, самая распространенная вопрос, как перейти на пран? Никак, а зачем вам это? Я же не спрашиваю, зачем мне, я просто спрашиваю, а зачем вы, кому нужно, тот ко мне уже по другим параметрам подойдет, он не подойдет на перейти на прану, он по другим моментам, никак нельзя перейти на прану, вы не получаете энергию в прану, ну как она живая в себе, сама энергия, ты есть сама энергия, что такое в прану, ты есть это прану, то есть все, что состоит вот это, вот это, вот это, вот это, это все состоит из одного и то же, с некоторыми, так скажем, компонентами, природной субстанции, но это все из одного и того же. Эфир, пран, это одно и то же. Просто кому-то это надо, кому-то нет, то есть нет такого, что я хочу перейти на прану, никогда не перейдешь. Есть такое, я хочу пойти туда, и чтобы вот туда я иду, и вот эти вот все моменты, они просто отваливаются. Что такое еда? Это эмоции. Это эмоции, которыми мы пытаемся. Когда вы, что такое тело? Это ощущение, это наш скафандр ощущения. И когда вы научаетесь чувствовать свой скафандр, свое тело, ощущения, то тогда вы через эти ощущения научаетесь видеть чувствование. То, что вы думаете, что у вас сейчас есть чувство, это все, когда вы прочувствуете, вы понимаете, что это все такое ерунда, Это все не чувства были. А чувства это глубина. Эта глубина настолько захватывается, что вам потом из чувствования не захочется выходить на пыль эмоций. А все, что связано с эмоциями, это в первую очередь еда, становится неинтересно. Вы тогда к чувствам вам будет сложно подобраться, если вы будете на эмоциональном уровне. Эмоции у вас, вы будете на уровне чувствования, и эмоции у вас уже ничто не может вызвать. А что вы чувствуете? Чувствов? Разную гамму, одновременно. Ну их вообще очень сложно передать вот таким вот простым языком. То есть я... Как вам описать стретриферму? Никак. Как вам описать то... То есть вы хотите от меня услышать то, что не поддается словам, чтобы я это закупорила в слова. Я вам сейчас вот этот букет расскажу, и вы его интерпретируете по-своему. А я вас могу туда привести без слов. И тогда вы это почувствуете. И это будут другие состояния. Это будут другие чувствования. Когда? Можете. На ретрит. Когда будет ретрит? Ретрит будет... Позвольте, я клянюсь. У нас на доске информация, вот там, где есть объявление о Светлане, есть QR-код. Такой большой QR-код. Вы его можете сохранить в телефон, и по нему доступны все соцсети. Вот, Светланы. Или просто Светлана Лаврова YouTube, и там тоже есть прям вся информация, там прям даты всех ретритов, все расписано. Так, мы сейчас не будем говорить, как перейти направо. Просто будем говорить ни о чем, или я не говорю, о чем мы перебираем. А мы ни о чем говорим. Вот тут получается, наверное. Тогда я чего, я туда здесь сижу, не понимаю. Я думал, вы расскажете, как перейти направо. Нет, нет. Я сюда бегом бежал, чуть пятки там не оставил. Вам оно не надо. Вы не перейти направо. Нет, мне эта философия, честно говоря, неинтересна. Это все есть там. Здорово. Да, как перейти направо, я хотел, думал, вы расскажете. Ни один пранаед не рассказывают, как перейти направо. Просто пранаеды пошли, мне понятно. Просто перестаешь ездить. замасливание я считаю что это достаточно приятный приятный момент для вашего тела потому что когда вы замасливаетесь вы что делаете вы вычищаете печень при замасливании при замасливании у вас печень отдает то в легком формате что у вас скопилось вот в этих вот всяких капиллярчиков поэтому на каком-то этапе особенно когда вы выходите на сухие дни замасливания хотя бы три дня это очень здорово а масло уже подбирает и себе сами то есть я же сыродавлено здесь у него полно я у меня не было на тот момент когда я замасливалась у меня не было возможности купить какое-то хорошее поэтому я покупала сыродавленное масло пятерочки либо в магните и им замасливалась у меня не было финансов если например какой-то до 40 килограмм это одна чайная на голодный желудок одна чайная ложка масла и также одна чайная ложка лимонного сока если вы уже взрослый человек более 40 килограмм то это одна столовая ложка либо можете смотреть по своему организму может быть две столовые ложки и ровно столько же лимонного сока один раз в день только на голодный желудок да очень хорошо когда вы например сделали вот замасливание через 40 минут вы выпили полынь только полынь нужно делать очень очень мягкую ребят чтобы потому что если вы делаете жесткую полынь первые неприятные пили вторых она оседает на надпочечниках наши надпочечники манифицируются поэтому делайте легоньку полынь это где-то если это аптечная то пол чайной ложечки на пол литра кому-то на литр воды если это домашняя на более ядреная то там совсем чуть-чуть вы можете сразу же помолоть и заваривать и точно так же в термосе не заваривать и много на на пол пол литровый термос и можете через 40 минут с медом и с лимоном я все-таки рекомендую с медом и с лимоном некоторые уже мед давно не пьют но это необходимо для для мышц то есть когда у нас поступает в организм одновременно горько сладкое и кислое то наша мышечная гладкая мускулатура мышечная она расслабляется очень многие наверно встречали что когда на сухих днях потом начинаются спазмы вот чтобы этого не было как раз вот это вот мед полынь и лимон сначала масло через 40 минут до выпиваете стаканчик но кто-то хочет пол литра если например кто-то например безу заниматься как я делаю я например выпила масло пошла бегать час побегала через час я для меня пол литра это было тогда хорошо то есть я пробегала хорошо и пол литра я выпивала этой полынь потом вы можете кушать можете не кушать то уже смотрите по своему организму я вообще прям целый лимон в этих пол литра можно пол лимона выдавить смотрите по вашим вкусам мёда не больше одной чайной ложки не больше это максимум заваривать какую температуру ну заваривать лучше на ночь оставлять в термосе 60 градусов чтобы не кипятком но если кипятком ничего страшно ребят не заморачивайтесь за это 90 раз и там стоит да я не добывала просто от меня не было времени просто заварила пока я бегала там заваривается запариваться это не откаты да у меня было такое что у меня температура поднималась до 42 практически она держалась пять дней и для меня это было на пятый день я понимал что просто медленно схожу с ума я съела кусочек арбуза то есть у меня были моменты когда я понимала что для меня я была какой-то определенной тяжелой энергетической ситуации я себе заваривала траву какой-либо ну там какая была два раза половине заварил там нужно поле 50 миллилитров чтобы вычиститься в прочиститься нет нет это не паразиты уже это ты уже понимаешь как паразиты это что это то что ты ешь это это ведь можешь хоть как выгонять когда ты будешь тем же самым питаться то есть если ты ничего не ешь то какие могут быть в тебе паразиты если они есть как-то их выгонишь если ты опять они опять придут на то что ты ничего не ешь то есть ты становишься переход ты сын голодный проект даешь и не уходит умирают да у меня как раз будет ребят меня будет марафон он абсолютный бюджетный немного марафонов также можете посылки и там я буду прям пошагово рассказывать какую траву как лучше пить после чего как это действует почему нужно пить почему спорт почему спортсмены умирают рано почему они умирают почему они под эти вот клетки лимфатическая система съедает лимфатическая система уже не в reconstruTE на тоже приобретенная наш компонент знаете какие вы это вот она в принципе не предрасположена она вообще у нас появилось потому что мы начали есть и как только вы начинаете есть к шести месяцем 7 месяцам у ребенка сформироваться лимфатической системы которая потом вас и убивает и спортсмены вроде бы спортом много занимаешься должен быть чем больше спорта тем более здоровее почему спортсмены быстро умирают потому что у них как раз лимфатическая система она работает как бы если кровь в одну сторону лимфатическая система в другую сторону и лимфатическая система питается клетками нашими и вот эти вот клетки как раз съедает лимфатическая система сначала у вас память почему деменция больше всего присутствует у спортсменов в молодом возрасте как это сделать как это как сделать так чтобы лимфатическая система не съедала как сделать так чтобы наши клетки появлялись той что периодичность с которой нам нужно чтобы быть в таком состоянии то есть это у меня все будет пошагово расписано прям что нужно для этого делать если вы то есть у меня не просто будет я буду рассказывать что что нужно для этого сделать чтобы вам что-то а что это дает почему это то есть я буду все когда вы это понимаете там даже будут какие-то определенные упражнения физически где буду рассказывать что в какой момент то есть на определенный день сухих дней нужно там например на валике размять например бедра что такое бедра это наша родовая память почему на определенный день она развивается почему что вы начинаете ощущать что вам это дает какие процессы запускается в днк все это я буду рассказывать просто это все не успеем как онлайн это все в записи все кто-то не может присутствовать на каком-то эфире вы можете в любое время посмотреть вас это остается навсегда хотела все эфиры вот можете это в любом удобно для вас время конечно но вообще я могу сказать что когда нет его не кормить давайте так я у меня нет такого опыта я могу рассказать только про свой опыт я всегда рассказываю только про свой опыт не про то что я там что-то надумала только у меня есть мой опыт я знаю людей которые в нескольких поколениях не кушаем в нескольких поколениях такие люди грудь грудью кормить это не еда нет когда женщина кормит грудью это она говорит своего ребенка первых что такое кормление грудью когда ты даешь первый раз молозива ребенку мамочки все знают что у него выходит чернта то это этот кровь которая загустевшая да и загустевшая когда он питался через плаценту кровью вот все что скопилось желчь кровь околоплодные воды это все вычищается то есть молозивом он вычищает себя полностью как труба это обязательно это не еда это вычищение когда мать кормит молоком это она ему показывает что весь мир тебя готов принять это для тебя это не еда почему очень плохо реагирует дети на прикорм потому что это как раз уже идет ядовитая субстанция но если да но если мама ушла если ее тело сформировано на еде и она родила ребенка пробив менее 12 лет на проноедении то я не могу сказать нужно или не нужно кормить ребенку меня нет такого но я могу стать свой опыт когда я рожала второго ребенка когда я была беременна вторым ребенком я во-первых наблюдалась у трех профессоров не потому что я была ошибка богатой потому что я была старая родящая и очень больная и у меня было такое совсем не был очень сильный токсикоз ну прям вот жутко сильный токсикоз и я когда ехала с водителем на работу если я видела даже что в соседних машинах кто-то попил мы останавливались меня выворачивала всем тем чего мне не было это очень будет больно куда ты желчу и так как я много работала я как-то один день мой не буду есть сейчас думаю мне вот этот нужно провести встречу вот это я опять буду никакая и вечером я поняла что я так бодро провела день потому что ничего не ела думаю попробую следующий день и когда я была в этих вот процессах это было перед новым годом я уже говорил у меня было три крупные компании нужно было устраивать корпоративы корпоративные подарки там все вот этот такой суматохи я очень многих моментов не заметила что как вот они прошли и когда я пришла на очередной прием к врачу она говорит свет ну как бы все анализы в норме с ребенком вроде все хорошо но у тебя вообще нет прибавки в весе а пошел второй триместр на гордовом хотя бы на недельку как-то ты ляжешь хотя бы на дневной стационар мы тебя там полностью обследуем уже там с масками со всем вот этим и до меня тогда дошло что я не ела и не пила три месяца и для меня это был страх я не знала что существуют такие люди и для меня прям такая паника мне объяло я две недели входила в процесс еды то есть начало тело отказывалась от еды но я вошла в еду все нормально и как мы знаем что пер в первом триместре формируются все органы малыша внутренние органы вот и меня родился ребенок вот эти три месяца как он с вами он родился абсолютным мобидектером это когда и правое и левое полушария развиты абсолютно одинаково он может но сейчас уже в садике вы переучили но все равно него это осталось он может и правой рукой что-то делать и левый может одновременно делать разные функции это первый момент и второй момент когда мы с ним с ним обследовались по зубам то есть я по своим моментам обследовалась по зубам потому что у меня там другие процессы ну и у него зубки кривые дому тоже давайте обследуем чтобы поставить тоже брекеты и когда ему вообще если кто-то ставил брекеты знаю что брекеты ставится только на абсолютно здоровые зубы это первый момент и когда обследуют обследование длится порядка от 3 до 5 часов то есть там фотографируют там идут там продувают каждый зуб смотрит какой расстояние то есть там полное обследование как внутреннего как так и внешнего и врач говорит у него что-то здесь вот рядом зубом то ли зуб не до конца выпал то ли еще что-то подождем хирурга мы пришли там нас через какое-то время к хирургу хирургу это говорит не осколок зуба горки я не могу понять мы ждали специалиста из москвы чтобы он посмотрел то списке снимки когда приехал специалист из москвы то он горит и смотрите горит вот зуб и горит есть такого гений горит очень редко бывает так генетическое что рядом зубом есть еще вторая капсула зуба что если один зуб как бы болен то 2 его начинает автоматически выталкивать здоровые расти а у вашего сына где смотрите горит россыпи с 7 зубов но горит их не можем не удалить ничего здесь нужно смотреть вообще что прорастет как простит все что с этим будет дальше потому что где-то может быть у одного и того же зуба у двух зубов может быть и единая эмаль то есть их нельзя там один тогда удалить начнут и мальку и то есть вот эти от капсулы горит мы удалить внизу не можем пока мы не поймем что происходит с зубами но и забрали вот эти снимки как бы они забрали эти снимки мы какие-то под под согласие взяли в москву на определенные дети питаются они сами по себе то есть я их себе не как нет еще но они прекрасно знают что можно жить без еды и без жидкости то есть если мы куда-то едем и они понимают что например в горы я говорю они горят можно вот это взять из еды я бы это в вашей рюкзаке и никогда мы тогда лучше без еды то есть у них это есть они спокойно могут какое-то время обходиться без еды но дома мы на складе нет пустой плита у нас закрыта у нас на плите стоят цветочки вот они либо какой-то готовую еду где-то кушают вот плач у меня в школе он входит в частную школу потому что у него тоже такой своеобразный склад ума и в обычной школе он никак не мышцы поэтому с питанием них так они сами по себе потому что они знают что мама у меня с едой прям совсем от слова совсем нарушен всякий контакт потому что как-то дети у нас отключили электричество и дети как-то мне к старшему подходят маму можно я доширак поем я говорю можно я говорю но нет электричества как ты горячей водой это не залить он говорит а ну ладно и только через два часа он ко мне подходит когда уже свет дали все он маму так у нас же плита есть можно было на плите воду у меня даже вот это вот в моем мире уже даже этого не то есть все что касается у меня есть там друзья подруги например у нас подруга идем магазин если я зашла одна в магазине там ребята попросили купить арбуз я куплю арбуз я могу пройтись по всему магазину я не понимаю что вообще купить или я хожу с подруга на год вот это вкусно вот это попробуй возьми вот это попробуйте то есть я беру это детям и они мне пробуют и смотрю что они попробовали но через неделю если например я неделю не буду покупать одно и то же я могу пойти в магазин и забыть или например мне сказали что вот к примеру там вот эта колбаса вкусная я могу им покупать только эту колбасу пока они не скажут мамы не больше не можем есть потому что я не знаю чем можно например заменить колбасу хотя я проработал вообще 5-10 лет и я когда-то очень хорошо готовил сейчас вот это вот нет этой состыковки как можно вообще стол накрытый у нас дома нет обеденного стола вообще нету нужен а в праздниках тоже у нас праздники по-другому проходят у нас праздники проходят либо в горах либо где-то где-то на каких-то мероприятиях и сейчас с ребятами решили новый год организовать также то есть мы хотим где-то где будет снег посмотрим где будет снег снять большой домик и все ребята кто хотят принять участие кто-то может быть даже с сыроедением это не пожалуйста но это уже будет по-другому то есть это без за столицы шампанского это будет с какими-то играми с нас с гитарами с инструментами с какими-то развлечениями по-другому у нас нас нет такого что вы в кафе пошли что-то празднует баня 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 это на час и белый на солнце смотреть вообще-то смотрите я могу смотреть на солнце но сетчатка глаза она очень сильно обостряется в утренние часы бывают что когда хочется нет такого что нужно постоянно если хочется то наверное раньше это было да но сетчатка она меняется она прям вы будете видеть как она меня были темнее глаза вообще изначально они с каждым разом становится светлее во первых во-вторых я стараюсь носить всегда темные очки потому что в определенные часы солнце немножечко другой станут остается агрессивно то есть кожа она не сгорает какое какое бы солнце не было возможно и там даже в горах от мы бывают еще то есть нет такого что стоит но сетчатка глаза на более восприимчивая отлично я очень люблю такой ну как я люблю не промерзнуть до чтобы нет нет такого но например мою все только в холодной воде уже давно какие-то водные водоемы холодные я тоже очень люблю но сейчас уже давно нет проруби потому что я живу на юге укроп это уже принесли да да конечно а про фаню водой тело всегда напитывается не плохая вода в бане это же ненормально передоживали каких источников вода не я реагирую по-разному но в бане я ухожу в любую если вы если если мне есть желание но есть и такое но ребят вы от сегодня я чувствую это да дело потом выводит она может там выйти какой-то прыщик но он бывает этот прыщик то например недолгое количество времени вот либо там через какой-то чик кашель там через что-либо это тоже не просто быстро надо быстро да вот и про спортсменов вернуться назад что они там недолгое получается что и куда-то подъедают как называемая лидера за счет того что эти соус они едят сами лимфатическая система вообще уедущих людей люди которые не едят она постепенно уходит потому что она это это мусорка это помойка а я-то никакой там неважно даже если сырое у сыроедов тоже есть лимфатическая система какая вы когда курите вы же не говорите о я только легкие какая разница что вы курите клетки и легкие с ментолом там еще с чем-то вы же курить было цен что спортсмена ниже чего как бы этот спорт виду вот если вы присоединитесь к марафону вы поймете 5 физуха она у нас собирать запускает лимфатическую систему когда запускается лимфатическая система лимфатическая система питается нашими клетками она съедает клетки наши любые она не распределяют нужны или не нужны для нее все нужны поэтому она их просто есть она есть вас и выводит вас из вас и слушать чем чаще у тебя телка меньше ты должен заниматься профессиональным спортом профессионально сарает не может быть профессиональным спортсменом может если он запустит свой процесс и сыроед может быть но у него лимфатическая система также будет его есть все равно просто но можно например выпить определенные травы которые позволят эти клетки в большем количестве восстанавливать до быстрее и тогда ты останешься того знаешь у вас нет лимфатической системы да я никак не узнала может она есть может и есть у вас клетки не обновляются мне кажется что обновляют я я еще на ретритах показываю ребятам они заходят свои клеточки них видят и вы потом можете уже под подстраиваться у нас есть три заводика в нашем теле клеток когда-нибудь кто-нибудь обращал внимание что люди которые болеют раком болеют раком да скобочка пойдет когда идут на химиотерапию них волосы ногти они как правило отваливаются вот это о чем вы это как раз вот это вот химиотерапия она приостанавливает рост новых клеток а новые клетки у нас формируются где они в волосяной части у нас и вот здесь вот здесь заводик у нас и в желудке то есть где у нас ногти вот этот ногтевая пластина ты тот беленький это кантик до волосы и желудок вот там у нас постоянные заводы я их так называю да не знаю как они про называются медицинские где постоянно образуются новые клетки почему берут функцию из спинномозговой жидкости потому что там они чем бы мы не занимались там у нас в стволе всегда есть клетки которые не умирают если человека например там все что угодно с ним сделать сжечь там разложился на все что-то копчик маленькая-маленькая такая часть копчика с ней ничего не случается это наша флешка и вообще если нужно определить какого-то человека есть такие не за подразделение ученых или как это за которые как раз по копчику считывают информацию информацию от потолок и она там и не только умеет резать зашивает не хотела никого обидеть не в курсе этой профессии длинная тикет а света можно попробовать деприваться сна вот говорят что когда деприваться сна человек входит ну там допустим на несколько дней там ну как минимум три дня человек попадает в некий поток да соответственно есть некоторые люди которые говорят о том что спустя там год-полтора там и так далее они как бы выходят что ли из этого потока или что то есть я не могу этот процесс понять то есть он прекращается и что что происходит человеком я не знаю что происходит у тех людей я могу сказать что есть разные виды депривации это когда у вас механическая депривация да когда вы сами себя чем-то занимаете искусственно у вас будет и искусственный поток да вы будете в состоять в каком-то в определенном состоянии она будет для вас снова но это не будет то тот поток вас это не будет то пространство который вы будете испытывать тогда когда вы попадете в тотальную депривацию когда у вас сон отвалится за ненадобностью то есть вы сон воспринимаете как сны вот его можно вот такой сон убрать только механически если вы на еде он вас все равно будет когда вы переходите в другое состояние сна уже не бывает это другое состояние день снятся сны понимаешь что и здесь и там ты есть единый только здесь ты себя ощущаешь через тело а там ты себя ощущаешь через пространство и ты себя интерпретируешь то есть что такое когда ты просыпаешься на ты пробуждаешься ты начинаешь себя интерпретировать что ты проснулся Через ощущение тела, через знакомые обои, через знакомые голоса, через знакомый голос. О, я проснулся. А там-то был не ты, ты же там тоже был. Вот здесь я туда сказал, что там был сон. И вот которые люди практикуют осознанные сновидения, они понимают, что там и там ты. Просто они, вот эту вот грань, для них она пока существует. Где сон, а где я, где пробуждение. Но потом она у вас стирается. У вас уже нет такого, что вы во сне, вам что-то снится, непонятно. Вы понимаете, что вы там тоже вы. Только в другой плотности. И вы понимаете, вы ощущаете, что вы там есть. Вы можете там делать те же вещи, что и здесь. Вы можете, например, если здесь по каким-то причинам, социальным барьерам, там еще что-то, не можете узнать там какую-то информацию, там еще что-то. То в том состоянии, в той плотности вы можете это все считать. И не забыть, как у нас забываются сны. Не забыть, вы просто обратно возвращаетесь, и здесь это все транслируете. В общем, пошел в библиотеку, почитал книжку, потом раз, здесь уже информация. Ну, если образно говорить, то так. А как ночью закрыто, а делать нечего. Ну, все, а вы не будете читать книжки, то же вся информация-то у вас, да. Я образно. Короче, а вы что, узнаете про воздражение? Про что? Про зубы. Остановление зубов. Природным способом. Говорят, что есть теория, что там есть почки, которые можно активировать программу восстановления. То есть, поздравить, вырастить. Но когда вы находитесь в другом состоянии, если они вам нужны, то есть зубы, они же не для того, чтобы есть. Что такое зубы? Это там максимум... Максимум, где нервных окончаний есть, это на зубах. В зубах. Что? Максимум нервных окончаний, это в зубах. В корне зубов. И когда вы начинаете думать по-другому, думать по-иному, вы можете их поменять. Ну, то есть, смотрите, почему говорят, что у автономов зубы меняются. Это... Ну, так. В смысле... В смысле новые растут? В смысле новые растут? В смысле новые растут? Да. У вас это было? Есть. А, ну так процесс подробнее. Вот. И это же не потому, что вы не едите, а потому что у вас сознание меняется. Вы понимаете, для чего вы нужны? То есть зуб – это информационная платформа. Когда вы не кушаете, вы уже на третий день понимаете, что вы когда говорите, вы чувствуете вибрацию через зубы. И когда, если вы идёте через трансляцию чего-либо, то у вас обновляете трансляции через зубы. Получается, в четвёртый заводик, как у меня волосы, ногтей. Это не заводик. У нас вообще, в принципе, у нас заложено 7 смен зубов. Это в том состоянии, в котором в едящих телах 7 смен зубов. Но просто мы успеваем раньше своё тело убить. У нас же как бы норма жить, ну, больше тысячи лет, да? Почему у столетних людей часто зафиксирована смена зубов? Она идёт, это процесс такой. Просто мы уже тела свои разбиваем. Почему очень часто бывает у людей, которые не едят, меняются либо точечные зубы, либо все зубы? Потому что у них процесс после того, как они себя сначала остановили, а потом запустили, очень резко пошёл процесс, и поэтому у них меняются зубы. Либо точечные, либо все. Хороший вопрос. А вот вы говорите, что вы знаете несколько поколений людей, которые едят. Да. Сколько самому старшему из них, и вообще есть ли в истории какие-то данные? В истории вам никто не даст это. Ну, кому? Ну, это же никому не надо. Я понимаю, но вот самому старшему из них. Сколько лет? Как он выглядит? Как бы есть вообще какая-то практика, что действительно... Ну, выглядит как, ну, вообще, в принципе, как правило доходит до того, что выглядит примерно как от 40 до 60 лет люди. Вот так вот. Вот, то есть, если бы, как учился здесь, здорово. А? Ну, как я там был, и он был, и где действительно... Ну, я только видел, и я вот... С которым я общался, самому старшему было 600 с копейками. Ну, 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 который есть больше, есть или нет. То есть, вот, вам говорить, что мне кто-то сказал, но это неактуально. Я могу только сказать в свою очередь. Ну, конечно, вот вы такие вообще не знаете. Да. И нас как он выглядит? Как же все? Ну, где-то там. На уровне освещения понятно, что... Там уже другие процессы. Да, там уже никто не говорит, а покажи документы, а ты подделал. Я вам не могу это сказать, как вы поняли. Смотрите, у нас есть... Вот мы сейчас, так как... Очень... Тело забито. В вас информацию, в вас знания передать невозможно. Ваше тело, оно просто вот все в скорлупке. Поэтому знания вам передать очень сложно. Я их могу передать только на ретрите, эту часть. Вам можно передать только информацию. Не знания, а информацию. То, что я сейчас говорю вам свои знания, вы их вкладываете через голову, как информацию. И они у вас перерабатываются. Если вы что-то проживаете, перепроживаете, они становятся вашим знанием. Но когда вы выходите на другой уровень, вам не нужна информация. Вы есть знания. То есть, когда... У меня был период, когда я где-то год, год, полтора, что-то в этом вот периоде. Когда я не кушала, я думаю, блин, ну уже ничего не интересно. Я все знаю. Думаю, говорю одно и то же там на камере. Ну, неинтересно. Все, что люди делают, это уже неинтересно. Думаю, правда, что ли, на еду выйти? От стуки. И мне так посчастливилось, что у меня на пути попалась женщина, которая в меня вложила знания о клетках. Если бы она мне их рассказывала, я бы со своему мишкой их никогда не поняла. Это то же самое, что первокласснику рассказывать о высшей математике. Ему можно хоть час сидеть рассказывать, до него не дойдет. И вот когда она в меня вложила эти знания, по мере моего раскрытия, они начали раскрываться. Я могу их транслировать и передавать. И это уже другие. Я понимаю, что это только начало. То есть, где я сейчас нахожусь, это, ну, давайте так назовем там, садик. Потому что вы в Еслях. Там вот столько всего интересного, чем больше. То есть, когда мне говорят, что ты знаешь, я понимаю, что я ничего не знаю. И когда мне говорят, сколько раз ты умирала, я могу сказать, что я умираю каждую секунду. Когда мне люди говорят, о, я уже умирал, я это знаю. Я понимаю, что у него был опыт на том уровне. Потому что когда ты проживаешь какой-то опыт после смерти, и ты понимаешь, какой-то период ты начинаешь понять, о, я это все прожил. И тебя раз, и опять туда, и опять в глубину, и ты опять падаешь. Падаешь еще глубже. И ты все по новой себя восстанавливаешь, собираешь по пазлам. Это происходит постоянно. И после раза третьего, четвертого ты понимаешь, что это постоянный процесс. Что у тебя нет такого, ты не можешь сказать, ой, я уже умирал. Потому что ты будешь умирать потом каждую секунду. И после этих знаний вам стало интересно жить? Ну, если это нужно приравнить к интересу, то, наверное, да. Я понимаю, что я здесь, зачем я здесь. А вы на ретритах знаний так, руку так на голову. Онлайн особенно это получено. Скачать можно флешку. Через копчик. Через копчик, да. Воду заряжаем. Прекрасно. Около экрана. Благодарю вас за вдохновение. Простите, что я позже пришел, потому что вы об этом говорили. Хотел бы спросить у вас. Ум, он просит такого совета. Если можно, совет общий. Как вы посоветуетесь? Сначала практиковать внутренний огонь, внутренний свет. А потом уже отказываться от еды потихоньку за счет вот этого света. Либо сначала практиковать просто неедение. И на этом фоне зажигать внутренний огонь. Как вы? Вот смотрите, у вас есть две ноги. Если вы будете скакать на одной ноге, вы все равно свалитесь через какой-то момент. И вот две ноги это физика и психика, так его назовем. Если вы будете физика-психика, то только так вы дойдете. У вас не может быть перекоса в какую-то сторону в одну. Если вы будете заниматься только практиками, только каким-то там философским бла-бла-бла, чего я вообще не люблю, то вы там так и останетесь. Вы там так и будете сидеть и думать, что вы такой вот весь. Двумя ногами. И все, пока мы ходим по материальности. И одна физика тоже работает. Конечно, конечно, да. А копчик? И копчик один работать не может. Только в вас. И силы. Можно еще? У меня не вопрос, а такое, знаете, как это наблюдение. Есть такое понятие, как подсказки организму. Нам прям у нас, я вот верю, что меня ведут. У меня прям вот этот вот процесс такой, селезеночный такой конкретный. Вот. Я вижу в себе, но это я уже давно как-то говорю, себя это. Меня ведут, я иду. Я в доверии. А, допустим, у меня вот с мамой, допустим, с моей, у нее постоянно ее вот к этому кидают, чтобы она не ела. Она в еду воспринимает поток энергии, который ее, типа, она на нем работает. Но ее постоянно кидают в то, что она не может есть. Не может есть. Не переболела алкологией. Сейчас она может есть. Ну ты ее путь, отстаньте от нее. Ну я не, я вообще не трогаю. Да вы что? Потому что мной не изменены. Она просто мне капает, как бы, что мне плохо, плохо. Я такая, все держи. Ну просто поддержка, любовь, всякие. Все? Всякие мнения, я понимаю, что я... Она все это делает для того, чтобы была поддержка и любовь. Все. А то, что вы говорите, что вас... Не, ну это понятно, ну, как бы, все оказывают. Просто я хочу понять наблюдение... Строить цирк вы хотите, да? Ну вы же говорите, что это все из одной мельки. Все из одной, да. Но вы просто, смотрите, пока вы не дошли до этого сознания, вы хотите устроить цирк. А покажите, как вы проходите через стены. А покажите, как вы это превращаете. А покажите вот это. Но когда вы это осознаете, вы можете это делать все самостоятельно. Из воды и вино. Возможно, да? Ну возможно, только зачем? Чтобы что? Я что, что. Цирк у вас в жизни выпадет. Ну и детей с коблоком нет. Чтобы что? Чтобы они сами не достали яблок. Поддерживать их в слабости. А может, вовсе не надо, только в южно-попрона ездить, а может, кто не хочет, как будет. Нет, это же... Ребят, смотрите, на правильное едение никто не переходит. Это побочка вашего нового образа жизни. Все. Да, да, да. Ну вот он сидел и спрашивал, как это сделать. Потому что ему это вообще не надо это делать. Наоборот, не надо. У меня был ретрит, который я думаю, ну вот сейчас вот я ретрит сделаю, я научу ребят ходить сквозь стен. И потом я поняла, что это просто цирк. То есть я им показываю технику, как нужно внутри, какие должны быть ощущения, чтобы это сделать. А ты же не можешь перестать видеть там вот то, что у человека, и там просто вот так вот фонтаном там, ой, я сейчас залезу к этому в голову, я сейчас схожу туда, я там в банк скажу, там я вот это возьму, я вот это. И все. А ты не понимаешь, ты-то видишь, что вот эти вот мысли, они тебе просто раз, и все, они тебе не дают сделать тот процесс, про который я говорила. Да, они могут сейчас предметы двигать, которые там не могут прикоснуться. Это да, но это все на мелком уровне, это все цирк, потому что внутри этого состояния нет. А это все как бы пройти через себя, какая раньше, через что ты идешь. Это такая же стена. У тебя в голове это не истина, а здесь у тебя есть стена. Потому что если ты эту стену уберешь, ты уже пойдешь не в самого себя, ты пойдешь в какие-то, какие-то плюшки материальные. Ты будешь искать материальные плюшки. Почему ищут материальные плюшки? Потому что чувствуют, что их нет у тебя. То есть желания у нас возникают откуда? Желание это всегда обладать тем, чего у нас нет. А что-то нужно вообще? У тебя есть все, ты просто берешь. Если тебе что-то действительно нужно, ты это просто берешь. Не важно, что это и сколько это стоит. Это все создал ты. Как это? Ну ты же сотворец. И когда у тебя это глубокое чувство есть, то у тебя нет желаний. Ты можешь желать только то, чего у тебя нет. Если у тебя все есть, этого не желаешь. И тогда у тебя происходит все в легкости. У тебя нет того, что «Ой, я хочу вот такую-то машину». Ты просто понимаешь, что если тебе доехать вот сюда, ты хотел бы ехать вот в таких-то условиях. Но это ты когда не головой начинаешь понимать, а ощущать. И у тебя будет именно тот транспорт, в котором твое тело удобно будет перевести. Не важно, что это будет. Это будет велосипед, там какой-нибудь там, не знаю, какая-нибудь так старенькая машинка либо нового поколения. Это внутреннее чувствование тебя, когда будет. Когда ты просто берешь, ну что это все есть у тебя. Если, например, мне захотелось, вот я понимаю, что я хочу написать вот такую-то главу в книге, и мне хочется вот какой-то вот легкости, вот чтобы там, ну что-то такое, то мне звонит человек и говорит, Свет, слушай, сегодня вот еду там туда-то на яхте, говорит, хочешь просто присоединиться, я буду там своими делами заниматься, потом своими. Все, это моментально реализуется. Я поехала день, поработала на яхте. Приятно. Вроде бы то, но это же не значит, что мне нужно этим обладать или что-то так. Это же то, что идет дальше. Сам пронируешь? Компьютерная группа пронируешь сейчас. Полностью от желания избавиться, чтобы что? Ты говоришь про те вещи, ты идешь через эскезу. У тебя вообще вся жизнь через эскезу. Вы же сейчас, товарищи, у меня появилось желание. Так что, внутреннее отчувствование, что мне бы было так комфортнее написать вот эту главу. Через чувствование. И через делание. А с ангелами ты постели выходишь в контакт? Или ты постоянно в контакте? Санглами. Вообще, нужно тогда критерии ангелов. Что ты подразумеваешь под ангелами? Я и веков на санте. А ты это и есть. Ты же часть этого всего. Ну, смотрите, что было. Давайте вот самым простым способом я вам... Вот многие ищут предназначение, да? Да, да. Многие ищут предназначение. Говорят, вот как мне понять предназначение? И начинают там себя куда-то уводить. Вот я вам просто вот расскажу, вот как мультяшным языком, вот в двух словах, как это вот. Называйте это планета, бог, еще что-то, не важно. Давайте назовем это планета, да? Вот наша планета, это единая, единая энергия. Вы каждый здесь, болтик, это энергия. Вы маленькая, энергетический вулканчик такой, воронка энергетическая. И за счет вот этих вот воронок энергетических и вращается вот эта вот большая энергия. Чтобы вот эта вот воронка вращалась постоянно, ей нужно быть в ладу с самим собой. То есть делать только то, не искать свое предназначение. Вы и есть само предназначение. Делать то, что вам нравится. Вам нравится шить обувь? И вы это клево делаете. Значит, вы это делаете. Не за деньги, не за какие-то там еще что-то. Вы это делаете, потому что это внутри вас будет раскручивать. Вам нравится там, я не знаю, там прически делать? Вы это делаете. Вам нравится в огороде ковыряться? Вам нравится там, я не знаю, там в банке работать? Да, кого-то там завлекают эти бумажки. Значит, это... Вот то, что вам нравится, Когда вы делаете то, что вам нравится, в вас раскручивается ваша энергия. И вы есть это предназначение. Вы предназначение быть счастливыми. Все, только так. Как только вы от себя выпадаете, как только вы идете туда, что я бы это хотела, но не могу, это через вранье. Значит, вы уже себе наврали какой-то период времени, и сейчас вам просто сложно вылезти из своего вранья, чтобы прийти к своей вот этой вибрации. У нас время, к сожалению, на этой площадке уже заканчивается. Подошел организатор, напомнил нам. Поэтому нам на сегодня нужно завершаться. Да, и мы с вами в завтром можем. У тебя через эскезу, не все. Завтра будет встреча в 12. Ретрит или просто опять встреча? Завтра будет просто встреча, она будет вот в этом здании. Вот как там он называется? В этом доме, да? Да, вот там вот, в этом доме в 12. А ретрит когда? Я не помню, ребят. Ретрит, вы можете сканировать QR-код на доске информации. А, он не здесь же, он не на 32? Нет, это отдельное мероприятие. В интернете. Через эскезу вы себя сломаете. Да, там вся информация. Меня найдите. И с женой расойдетесь, если будете так дальше идти. Черный. Черный? Черный. Ну, может, и здесь на меня идите, подойдите. Как сойти с женой? А? Как сойти с женой? А вам оно надо? Лучше на улицу. А скажите, вы откуда? Лучше на улицу. Не лучше новую? А ты задай себе вопрос, тебе оно надо? Ты хочешь вернуться в старое? Ты что там не доделал? Ну, казалось бы, там квартиры не было. Вот из-за этого надо уже в гадис. Ты подумай, для чего тебе вернуться туда, куда ты ушел. Приходите завтра ответить на вопросы и на личные тоже. Благодарю. 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 Очень классно. Не греет. Не греет. Молодцает. У нас будет это видео, но какие-то вопросы, приготовьте вопросы, чтобы я могла максимально для вас ответить на ваши вопросы. Все, что касается семейной жизни, учения, детей, вот все, что касается каких-то даже земных вопросов, просто задавайте и я на все их отвечу. Я обстановлю. Автономия, как автономия, не существует. Ну, понятно. Ретрит в Сочи проходит? Будет в Москве, после этого будет в Сочи, потом вот на Алтае, потом на Дайкали. По дарам я не понимаю. А по сколько времени ретрит в длится? 5 дней. Можно тоже. Спасибо. 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 Пожалуйста, у вас есть вопрос, который у него он заделся. Как будто я не узнаю ответ, а очень интересно ваш ответ. Как вы считаете, все ли души заинтересованы в том, что я и клюву все? Благодарю. А вы в будущее заглянули? Что же? Вдействие. Будущее это не существует. Будет жесть. Будет жесть. Все идет так, как оно должно идти. Это гармоничное. Мы не боимся. Спасибо. Это гармоничное. Оно все наше...